Вот вы знаете, я в 80-е годы, когда я пришел работать в наркологию, это была тихая жуть, я о ней много рассказывал. Милиция собирала на улице мужиков, старых было очень мало, молодого и среднего возраста, пьяных. Грузила их в автобусы, привозила в приемный покой больницы, им там немедленно, прямо сходу, за 2 секунды, ставили диагноз хронический алкоголизм, вторая стадия, независимые, их даже не смотрели, уверяю вас. После чего их грузили в отделение, в отделение, где сейчас лежит 40, максимум 45 человек, тогда лежало 160, иногда даже 180, стояли двухъярусные койки. Все эти отделения были при заводах, и после нескольких дней, после того, как человека приводили в себя, после того, как он трезвел, проходило похмелье, его отправляли работать в три смены на ЗИУ. Ну, в общем, это было устаревшее, часто ломающееся и высоко травматичное оборудование, с низкой очень зарплатой, куда идти люди с улицы работать не хотели. Вот представляете, это продолжалось полгода, их запирали туда на полгода. Никакой охраны, ни одного человека. Она много позже появилась, в эпоху наркоманов, я бы сказал. За все время, что я помню, а это несколько десятилетий, не было ни одного, то есть, так продолжалось, ну, то, что 10 лет так продолжалось, за это я отвечаю. Дальше все стало меняться, ну, сейчас же не об этом. Не было ни одного сколь-нибудь заметного бунта. Почти никакого лечения, полгода трудовой терапии назили на старых станках. Никто не возмущался. Все ходили, лечились, слушали докторов. Один дежурный врач был на, сколько там, больше, чем на 600 человек. И меня всегда больше всего во всей этой истории изумляло именно это. Вот как они ходят парами, выбрасываются из окна, ищут себе партнеров. Это может быть только по одной причине. Потому что человеку так удобно. Потому что если человеку так неудобно, это совершенно не важно, как его воспитывали и в какой системе он вырос. Человек никогда не делает долго того, что ему хотя бы чем-нибудь невыгодно. И я не говорил ни разу, что изначально в человеке присутствует стремление к полному покою. Их оба, оба эти влечения присутствуют как некая дуальная пара. Инстинкт животных, это как раз и есть то, что я обозвал, возможно, неправильно Алексей, минимумом энтропии. Еще раз. У них все упорядочено. Они знают цель, знают способы борьбы с опасностью, знают все это заранее, предустановочно, и живут в минимальном напряжении. И в некотором смысле сказать, мы стремимся к минимуму энтропии, сказать, мы стремимся назад к полностью инстинктивной жизни. Вот когда Селена, уже не помню Ир, писала или говорила о том, что они недалеко ушли от животных, герои фильма «Лобстер», то вы, наверное, имели в виду одну простую, очень вытянутый палец, это последняя форма мужской эрекции. Когда вы писали, что они на самом деле уже животные, то вы, наверное, имели в виду именно это. Вот это общество, в котором есть жесткие правила, она такая внешняя замена инстинкта. И когда мы начинаем радостно, и не у нас в стране, а во всем мире, ради как бы безопасности и террористической угрозы, отдавать одни свободы личности за другими свободами личностей, то мы шагаем куда-то туда, к «Лобстеру», потихоньку. И вот эти чипы, о которых вы на форуме писали и говорили, как бы даже там неважно, будет это реальностью или нет, как сама идея тотального контроля. Самое-то ужасное, что большинство голосует за. Как вот большинство голосует за то, чтобы не было никаких прав выбора. Сейчас говорят, что за безобразие. Какая была замечательная система распределения после института. Обратите внимание, я ни за, ни против. Я бы сейчас тоже хотел, чтобы меня куда-нибудь распределили, и чтобы как-то я, как-то, чтобы меня профессионально кто-нибудь упорядочил. А то я оказался на полной свободе. Обратите внимание, это некое повсеместное стремление. И когда Виктор пишет, что «ну да, конечно, ну вот законы, правила, они тоже нужны». Да, они нужны. Когда их человек свободно принимает. Но чем больше их становится, и чем больше человек их свободно принимает, тем больше он в сущности. Удивительная штука. Теряет либидо. Да, я и говорю, Лёш, инстинктивная жизнь – это некий порядок. Причём не некий, а ещё какой. Нет, это понимаете, какая штука? Вот я убеждён совершенно, что это сейчас большинство людей, Эльмир, чипы пугают. Как только вот это чипирование станет не разговором, а некой реальностью, и с экранов телевизоров, допустим, я сейчас на уровне фильм «Лобстер», антиутопия. И с экранов телевизоров польются аргументы за то, что вы знаете, вы всегда сможете определить, где ваши дети, вы всегда сможете узнать, что вы заболеваете, и вовремя обратиться к врачу, и чип вас сам ещё и запишет, и в очередь поставит, и там не знаю ещё, что сделает. Да знаете, что будет происходить? Будет постепенно, но очень быстро находиться всё больше и больше людей, которые говорят, вы знаете, это хорошо. Это вот пока, это кажется, неизвестно чего под кожу подошьют, а потом умные, как с тестированием на наркотики, потом придут умные дяденьки и тётеньки, и будут говорить, ну что вы, смотрите, так удобно, это же изумительно удобно. Не Фрейд, а Штекель, Шпилейн и Юнг, они бы, в первую очередь, они бы сказали, что это и есть проявление того, что они называют инстинктом смерти. Убрать либидо нафиг из реальности. Идентификация – это понятие, ну давайте говорить, если мы говорим по Юнгу, идентификация – это и есть зависимость, это привязка себя к каким-то внешним объектам. Вот идентификация – это идентификация, в первую очередь, с матерью, у Юнга, и в первую очередь, в этой самой книжке, о котором я говорю, о метаморфозах и символах либидо, либидо, простите. Вот там речь идёт об идентификации той самой, как её, миссис Миллер, которая, о её идентификации с матерью. Идентификация – это инфантильный процесс. Я алкоголик, но зачем мне что-то другое? Нужно какое-то счастье, если у меня уже всё есть, и если я уже вот знаю, как его достичь. Чего вы мне будете говорить, что там нужно что-то работать, учиться, искать цель своей жизни? А достижение идентичности – это ощущение самости, это некая высшая цель. Это такое движение от идентификации к идентичности у Юнга. Идентичность – это то самое, что мы называем цельной личностью. Это когда я, ну хотя бы в целом, вообще, может быть не во всём, но в большинстве, понимаю, зачем я живу, ради кого, для чего, и что я хочу от жизни. Если хотите, когда я внутри себя создаю вот эту самую систему инстинкта, которая может противоречить остальным и представлять собой угрозу моей жизни, целостности или безопасности. Если мы говорим о героизме, о настоящем героизме, не в античном смысле этого слова, а в смысле, я не знаю, Великой Отечественной войны, то мы говорим о людях, достигших идентичности, которые знают, за что они готовы отдавать свою жизнь, и отдают их. Идентичность – это то, что способно преодолеть страх смерти. Это когда страха смерти больше нет. И когда ты понимаешь вот эту мысль, что либидо, как активное начало, как воля к жизни, не может возникнуть сама по себе. По одной простой причине она противоречит законам природы, законам или инстинктам самосохранения. Ну, можно назвать нежелание молодых людей выходить из материнской семьи. Да, эти хикамори японские. У нас дикое количество таких людей. Абсолютно правильно с точки зрения сохранения энергии, может быть, даже выживания. Весь этот, простите меня, анонизм в интернете, то есть игра в компьютерные игры, или там все подмены жизни, и человек все равно, ему надо все равно куда-то геть. Просто дело в том, что это не, нельзя так говорить. Потому что эта дуальность есть в каждом. И каждому нужно куда-то расходовать свой принцип жизни, свою волю к жизни, свою либидо. Ну, просто один расходует его, играя во что-то в интернете, или на компьютерной приставке, или на телефончике непрерывно, или расходует его всеми способами на чмок-чмок, или обмен смайликами, бесконечный в социальных сетях, а другой вдруг понимает, что ему этого мало. А власть – это то, что имеет, конечно, отношение к либидо, но на самом деле не дается само собой. Можно иметь сколь угодно влиятельных или богатых родителей, но если ты не будешь проявлять себя, то ты пропьешь или проиграешь в казино практически любое состояние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!